Всем привет, с вами Роним, и сегодня я расскажу вам факты о персонаже из «Регулизайчик». Желаю всем приятного просмотра, ну а я начинаю! Антон Петров. В первом окончании новеллы, которая может стать доступным, если Антон возьмёт у Полины амулет, или выберет во время телефонного разговора с ней её, а не Рому, указано, что он родился в 1987 году. Это наиболее вероятно является ошибкой разработчиков, поскольку Антону на момент первого эпизода уже было 12 лет, а его день рождения никогда не упоминается, хотя с начала года прошло только 5 дней. В демоверсии игры Антон может незаконно умереть. Это происходит в том случае, если он заберёт варежку Вовы, так как после этого на него нападёт волк. В конце этой сцены нам также показывают газетный лист, на котором напечатана статья о пропаже главного героя. Номер телефона Антона 30395. Оля Петрова. Первоначально Оля должна быть темноволосой. Оля является единственным персонажем, чья актриса озвучка не менялась из демоверсии. В визуальной новелле несколько раз подчёркивается особая связь Оли с зайчиком. На кармане толстовки Оли изображена голова белого зайца. Шапка, которую носит Оля на улице, украшена брошью в виде мультяшного зайчика. В кошмаре Антона, которую он может увидеть после драки с хулиганами, и если решил проводить Полину до её дома, Оля превращается в зайца. На данный момент неизвестно, является ли связь сюжетно значимой, или же она чисто декоративная. Карина Петрова. В ранней версии первого эпизода у Карины отсутствуют глаза, а также спрайты немного размыты. Сделано это было намеренно, так как раньше все взрослые в игре были не более чем отсуждёнными тенями из другого взрослого мира, в котором на проблемы детей закрывают глаза. Это было убрано из игры по причине, что родители главного героя стали полноценно прописанными персонажами со своей сюжетной линией, которую при желании можно проследить. Изначально возраст Карины составляет 34 года, однако с выгодом 4 эпизода её сделано 2 года старше, причина изменений остаётся неизвестна. Вероятно, Карина страдает от эпилепсии, или же иного состояния, подобному этому заболеванию. Борис Петров. Этого персонажа часто сравнивают с интернет-мемом Гигачат. Борис верит в Бога, о чём можно судить по иконам и крестику в его машине, а также большому кресту в доме над входом. Вова Матюхин. В описании пропажи упоминается, что у Вовы был игрушечный автомат. Во втором эпизоде этот игрушечный автомат можно увидеть среди остальных игрушек, которые хозяин леса даёт Антону. Согласно посту из официальной группы новеллы ВК за 2016 год, отчество Вовы Сергеевич. Там же упоминается, что Вова родился в 1988 году. И что до его исчезновения некое сумасшедшее видео, как он играл с ребёнком или низким человеком в меховой шубе и шапке, неизвестно является ли информация полностью или частично каноничной до сих пор. Сеня Талалаева. Персонаж, присутствующий только в новелле. Она не упоминается в оригинальном рассказе. Сеня единственный пропавший ребёнок, которым Антон может узнать только при определённых выборах. Зайчья Губа. Относится к мему свидетелей с Фрезина. Между Зайчей Губой и свидетелем из Фрезина даже можно отметить некоторые сходства заключающиеся в ношении кожаной куртки и позе, принимаемой мужчиной. Лилия Паловна. Вероятно, Катя является единственным членом семьи Лилии Паловны, поскольку в комиксе «Любовь, смерть» и «Клубника» никто не помогает ей в поисках дочери, а на объявлении о пропаже Кати указан только номер телефона её матери. Кроме того, в объявлении о пропаже Лилии Паловны, которую Антон видит в кошмарной версии посёлка в конце четвёртого эпизода, не указан номер телефона кого-то из других её родственников. Катя Смирнова в оригинальном рассказе является пропавшей ученицей третьего А-класса, которую кто-то позвал из леса, после чего та, словно загипнотизированная, пошла на зов и пропала. Кате как персонажа могло и не быть вовсе вероятно, это связано с тем, что в оригинальном рассказе Катя являлась не более чем именем, кратко упомянутым другими детьми. Катя – любимый персонаж Сайкона, разработчика новеллы. Катя – первый персонаж в игре «Час смерть» видна на экране. Жулька в оригинальном рассказе не имеет имени и является простой дворняжкой. Полина Морозова В виде тени животных и боится их, но больше она боится рассказывать об этом кому-либо, из-за того, что её могут посчитать сумасшедшей. В рассказе этого страха нет, и Полина относительно скором времени после их знакомства с Антоном говорит последнему, что видео про к ней птицу. Полина не любит собак, а порой даже боится из-за случая с дедушкой. Однако в оригинальном рассказе девочка, напротив, очень любила собак и подкармливала некоторых дворняк. В отличие от новеллы, в рассказе отец Полина жив, но его о биографии практически ничего не известно. Полина упоминает, что он очень много работает, чтобы прокормить себя и дочь, и даже часто остаётся на ночную смену, хотя иногда он работает и дома по ночам, чем именно он занимается неизвестно. В новелле роль отца Полины играет Харитон, её дедушка. Также в рассказе мать Полины умерла всего за два года до описываемых событий, когда как в новелле, что отец, что мать погибли, когда девочка была совсем маленькой. Номер телефона Полины 3-2-4-9-2 Джоанна Со слов Полины, Джоанна названа в честь одного из персонажей популярного французского сериала «Эллен и ребята». Кристиня Шерман трудно дала сцена, в которой Полина выгоняет Джоанну из комнаты, шлёпнув тупо за грифку. Но в самом деле, актриса очень любит кошек, и по её словам, она бы ни за что бы так не поступила в реальной жизни. Бяша Впервые настоящее имя Бяши мелькает в комиксе «Любовь, смерть и клубника», когда Лилия Павловна просматривает классный журнал. Несмотря на то, что его фамилия также видна в списке учеников, я трудно различить из-за размытия. В описании персонажа говорится, что Бяша единственный, кто видел чёрный гараж и остался в живых. Несмотря на это, в тот момент вместе с Бяшей был Рома Пятифанов, который тоже должен был увидеть чёрный гараж. Бяша основан на злейшем школьном враге Давыдова, знакомого разработчиков, новеллы и одного из ведущих канала Королёв Давыдов. Несмотря на изменения в характере, с прототипа до изначального образа перекочевали две важные черты Бяши – её ведомость и дружба с другим хулиганом. Привычка Бяши добавлять на в конце продолжение была вдохновлена неким ветераном Афгана, ставшим успешным бизнесменом, о котором геймдизайнер и сценарист новелла Евгений Цыгарёв увидел репортаж в детстве. Бяша – единственный персонаж с характерной внешностью, которая указывает на крайне северный или дальневосточный сеттинг вселенной. Случший приведший к тому, что Бяша потерял передние два зуба, вероятно, является отсылка к Михаилу Коршенёву, солисту популярной рок-группы Король и Шут, в детстве тот тоже решил повиснуть зубами на труники и потерял два передних зуба. На стене на заднем дворе школы можно заметить надпись «Здесь был Бяша», рядом с которым валяется множество использованных шприцов. Рома Пятифанов В оригинальном рассказе Рома является второстепенным персонажем и не более чем подпевалой Семёна. Фамилия Ромы Пятифанов не существует в реальности и происходит от сленгового выражения «пятифан», используемого для обозначения 500 или 5000 рублей. Номер телефона Ромы – 3-1-5-8-7. Семён Бабурин У Семёна есть вредная привычка – грыз ногти. В оригинальном рассказе именно Семён стал во главе банды школьных хулиганов, а пропал, когда отправился в гости к Роме, чтобы поиграть в приставку. Подзарумевается, что мясо, которым волк угощает Антона, принадлежало Семёну. Лейтенант Тихонов Он взял на себя роли всех полицейских из рассказа, так как он посетил дом Антона и провел инструктаж в школе, в то же время как в рассказе эти действия были совершены безымянными героями. У Тихонова есть племянник, внешне похожий на Антона, мечтающий стать милиционером. Харитон Актёр озвучивания Андрей Ярославцев, подаривший голос персонажу, скончался 26 декабря 2021 года от осложнения коронавирусной инфекции. Разработчики планировали расширить роль Харитона в сюжете, но и за кончину актёра этого сделать не удалось. Харитон знает хозяина леса, правда не ясно откуда, ровно как и считает ли он, как и тёмную сторону тайги, мифом, либо же верит в это серьёзно. Также не ясно, почему он называет данное существо именно хозяином леса, что помимо него делают очень немногие герои новеллы. Не исключено, что Харитон также видел репортаж, который про определённых обстоятельствах может посмотреть и Антон. Наличие в доме Харитона охотничьих трофеев можно указывать на то, что в прошлом старик был охотником. В процессе разговора с Антоном Харитон сквозь упоминает медведя на липовой ноге, на бирлозовой клюке, что является очередной отсылкой на русскую народную сказку сюжетом, отчасти похожим на следующую древесказку про егра. Сначала люди калечат и обворовывают природу, а потом она и мстит. Повторяемые Харитоном слова «Скырла, скырла» являются альтернативным названием сказки. Рассказываемым Харитоном, присказка отличается от наиболее распространённой версии сказки, так как фраза «Моё мяско жрёт» в оригинале звучала, как «Моё мясо варит». Длинная сказка может проливать свет на прошлое медведя. Подобно герою сказки и персонажа визуально на углу повреждена и забинтована левая лапа. Примечательно то, что в истинной облике существа она значительно отличается от правой. Алиса. В оригинальном рассказе не имеет ни имени и не существует таковой, какой она показана в игре. Также в оригинальном произведении она, как и все другие звери, могла менять свой рост и казалось то молодой женщиной, то девочкой чуть старше Антона. В ранних версиях третьего эпизода глаза Алисы были голубого цвета, но в позднем обновлении они были изменены на жёлтые, чтобы она больше напоминала зверя. Вероятно, обладает особым местом в иерархии зверей, так как ведёт себя гораздо смелее и активнее, в том числе и перед хозяином леса. Также в отсутствии роль командующая на себя в основном берёт именно она. Имя, которое Антон даёт Алисе, является явной отсылкой на Лису Алису из повести «Золотой ключик» или «Приключения Буратино» Алексея Толстого. Сова. В оригинальном рассказе именно сова привела Антона к другим зверям. Ведь положительно, именно сова в своём демоническом обличии на миг появляется во втором кошмаре Антона, втащив его во тьму. Волк. В оригинальном рассказе волк был первым из зверей, вступивший с Антоном в непосредственный контакт, после того, как мальчика избили хулигана и оставили во враге. К нему пришёл лог, который облизал его лицо и исчез. Также именно волк угощал Антона остатками убитого Семёна. Медведь. Распространённая среди фанатов предположение гласит, что медведи озвучивают та же актриса, что и Семена Бабурина, Людмила Ильина. Однако, по причине того, что разработчики специально умалчивают об актёрах озвучки лесных зверей, эта теория может быть доказана или отпровергнута. Вполне возможно, что медведь является главным героем сказки «Медведь и липовая нога», о которых Хракетон рассказывает Антону. На это может указывать его левая лапа, которая болит. А в своём подлинном обличии эта лапа выглядит чужеродно и сильно отличается от правой, что напоминает то, как медведю из сказки по сюжету отрубили. Зайчик. Слова и мысли зайчика выделяются курсивом, поскольку курсивный шрифт используется ещё до того, как зайчик пробуждается в сознании Антона. Можно всегда дать вывод, что агрессивные мысли, а также мысли о веселье со зверями, принадлежат ему, а не мальчику. Из всех слуг хозяина леса, заяц единственное нехищное животное, что может намекать на его особый вальф в рельефе зверей. Хозяин леса. Несмотря на внешнее сросло хозяина леса с козлом, он является хищником, на что указывает его фраза в конце четвёртого эпизода. Хозяина леса можно увидеть внутри чёрного гаража во втором эпизоде. Ну что ж, надеюсь, вам понравился этот ролик. Достаточно, если честно, много сил я и времени потратил. Надеюсь, он вам зайдёт и будет просмотр, будет актив. В общем, я всё равно не старался, очень много времени потратил. В общем, на этом всё. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok